Добрый день, друзья! С вами Ремиста. Мы начинаем следующую серию прохождения Mass Effect Andromeda. Мы активировали два реликта на планете, и теперь нам нужно активировать третий. Но до этого я хочу съездить и забрать ресурсы в точке, которая тут неподалеку. Так, для этого мне нужно найти мой намат, но я почему-то не могу его найти. А, вон он стоит. Это что за кубик? Ничего больше здесь исследовать вроде не могу. Ладно, поехали. Если я на соточку буду исследовать? Не знаю, посмотрим. Ну, скорее всего, да, потому что, как известно, в Mass Effect концовка зависит от того, сколько ты набрал всяких разных очков. Поэтому я думаю, что в любом случае буду вот эту игру точно на 100% проходить. Я не знаю. Пусть бы Кот украл штаны, когда ты самая куда-то плела. Кот, скажи ей. Пусть бы на стриме штаны искать. Опа, нормальное количество алюминия. Замечательно. Кот, а ты-то чё орёшь? Блин, вы чё двое, блин, запарили? Я только стримить начинаю, выдавая орать, чё-то искать. Опа, смотрите, пещера какая классная. Слушайте, интересно, интересно, что это такое? Поехали внутрь. Интересно здесь, что вообще? А, это просто... Просто как тоннель. Прикольно. Прикольно. Так, туда я пока не хочу. А, чё с моим намадом? Так, вот я приехал, собственно, в место, где ресурсы. Соответственно, вот здесь вот углерод. Замечательно, немножко железа, немножко графита. Почему-то он называется графит. Ну, собственно, ладно, не моя проблема. Здесь высокая радиация, но зато здесь много ресурсов. Так, ещё железа немножко. Так, всё, я так понимаю, что пора отсюда валить. Да, замечательно. Ну чё, немножко здесь ресурсов добыли вроде? Я, естественно, я не знаю, можно ли тут будет ещё добыть их или нет. Ну, в общем-то, ладно. Так, теперь едем, видимо, до третьего, да, этого? До третьего монолита. Опа, тут говорят... Опа! Ничего себе! Нормально. Чуть не пропустил, ребят, чуть не пропустил ресурсы. Но, хорошо, что, в общем-то, вовремя. Скоро засветишься здоровьем, ага. Буду как эти из массов... Ой, из Fallout'а. Ну, поняли кто? Слушайте, это... Спасибо большое, дорогая. А почему она не сканируется, интересно? Тяжёлый двигатель... А, нет, слушайте, просканировалось. О, ни хера себе! Чуть алюминия 70 не пропустил, представляете? Блин, капец. Так, здесь я тоже остановлюсь. Давай. Тут явно контейнер должен был быть. Это чё за говно? Камера хранения... Что здесь не... Непонятно. Ни хера нету. Ни хера нету? Ладно. Всё, едем тогда дальше. Вопрос в том, как ехать дальше. Так. Это я сейчас вот так хочу, что ли, поехать? Нет, так я не хочу. Мне надо просто назад сейчас, да? Я просто ещё хочу посмотреть, что снизу есть. Там явно тоже есть всякие приколюхи. Вон там, например, прямо видно, то ли это кеты, то ли кто. Пойдём на помощь. Если это наши, то пойдём к ним на помощь. А нет, это кеты. И они просто в меня стреляли. Нормально. Козлы. Ой, задание провалено. Я, видимо, подорвался просто только что. Что за хрень? Это как-то было тупо. Твою мать, пролил чай. Да. Так. Потрачено, да-да-да. Реально потрачено. Просто ехал, ехал. Опа! Это чё такое? Они зачем там высадились? Зачем они там высаживаются вообще? Нет, ну, короче, я понял. То есть мы их можем убить, но это надо делать аккуратно. Они вообще с кем воюют? А, так они с местной этой воюют. С местной пацанами. Давайте высадимся где-нибудь вот здесь вот. И аккуратненько их просто убьем. Блин, проблема в том, что здесь негде укрыться. Даже на не самом сложном уронах. Сложность, как бы. Нет, ну я сейчас снова умру. Так. Так, щит восстановил. Так, кто-то ко мне бежит, да? Да блин, взлетает уже. Мне нужен щит. Так. Так. Отлично. Комбинация. Надо, чтобы КД прошло. Так. Кто такой? Ага, все. Отлично. Чуть не сдох. Чуть не сдох, ребят. Ну ладно. Так, и ради чего это? Ради того, чтобы получить немножко научных исследований, да? А, ну вот тут там еще этот есть, битий. Хиллеров в пачке нет, хиллеров в пачке нет. Я вообще не уверен, что здесь есть хиллеры. Кстати, насчет пенициллина. Вообще здесь есть пенициллин или нет? Ребят, кто там разбирается? Может, Александр тот же подскажешь еще. Я помню, в первой и третьей части был пенициллин. Его можно было есть. Здесь я что-то этого не вижу. Или все-таки можно, видимо, здоровье восстанавливать только вот в этих точках определенных? Опа. Стоять. Что это такое? Да, мы задавим. Здесь явно что-то можно изучить. Вот прям, вот прям явно. Если такое место, то это явно что-то для изучения здесь есть. Хотя бы, ну или для сбора. Видно, как нулевой элемент. Опять, кстати, Настя, смотри. Энергетический карман скверны. Энергетический карман скверны. Это игра про голдана, на самом деле. Голдана убили. Голдана убили. Не с хайами, по крайней мере. Понятно. А я вот, видимо, еще не убил. Я, видимо, еще буду только убивать. Правда, не в World of Warcraft, а в этой игре. Я там видел не хилера, а раскачка в танка была. Ну да, в танка есть. Но... КЗ, посмотрим. Посмотрим. Но я-то в танка не буду качаться. Это если только мы с Кроганом в итоге будем. Тогда, может быть... Так, я вроде приехал, да, туда? Да, я приехал на это место. Так, здесь ресурсы мы все собрали. Зачем он мне пишет, что еще есть ресурсы, когда их нет? Так, ну, я думаю, мы поехали. Нормально. Сойдет и так, сойдет. Включаем режим внедорожника, ребята. Нет! Нет, не падай! О, нормально. Самое место, чтобы высадиться. Ну вот, мне очень не понравилось вот это место. То, что я просто не мог здесь включить пульт, потому что просто еще не получил этот квест. Это неправильно было абсолютно. О, можно похилиться. Замечательно. Супер. Ну, что, последнюю включил. Короче... Короче, там что-то внутри озера. Прямо что-то внутри озера, видимо. А, это вот на этом островке, да? Расходники на нажатии колесико мыши. Не, нажатие колесико мыши это это. Тап. Вот тап, расходники. Но у меня здесь только... Конденсатор щита какой-то. Ладно. Ну, видимо, у меня просто пока хилок у нас. Ну, в той фигне, да, что с неба падает, это я понял. Да, на табе, на табе. Право купил, ездить, парковаться. Ну, да. Да просто парковки тут, это, видишь, нет нормального места для парковки. Почему... Вот почему меня сейчас? Нет, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Вот здесь можно же спрыгнуть? Да почему нельзя-то? Нет! Что происходит? Нормально, все, 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 я стабилизировался. Блин! Нет! Да что такое? Зачем я вообще сюда, на намаде, доехал? Нет! Нет! Так, 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 отлично. Все, 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 все. И, давай, давай! Фууу, нормально! Мы таки справились с этой непростой задачей. Отлично. А давайте, знаете, что? Давайте пока мы недалеко, вот сюда вот съездим. бросай такси шурую пешком на конечно по радиации да тогда уж точно буду светиться пока здесь недалеко могу простонировать могу себе позволить опа опа стоять стоять я видел я видел я все видел вот 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 вижу 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 углерода об 6 графита нормально вот так вот а вы были не заметили так вопрос в том какие тут опасности меня могут подстерегать только не говорите это опять место в котором я ничего не смогу сделать потому что мне нужно потому что мне нужно сначала в других местах что-то сделать это так и есть на самом деле ну да я здесь просто видимо ничего не могу сделать ничего не могу просканировать так мы хоть правильно едем то видимо ой-ой-ой сильная радиация мне надо вот здесь вот что-то просканировать так я что-то не понял прикола мы сейчас сдохнем я не понял как здесь сканировать в итоге как материалы не найдены блин если что я не понял прикола я вообще не понял прикола как тогда это сделать съездил просканировал реально блин пипец нет я понял там на просто быстро выйти быстро просканировать и быстро назад вопрос только в том на хрена типа вот это здание нужно вообще что это такое что это значит это значит мы Садись в машину, быстрее! Всё, просканировали, нормально. Просканировал минерал. Еду, еду назад. Не, вы видели, видели, как я очень тактично это сделал? После главного квеста. А, точно, тут же радиацию почистят, ё-моё. Ремистая, конечно, это... Ремиста, как обычно, короче. Нам бы и так-то доехать на базу сначала, а то у нас радиации дохренищи. Так. Где-то здесь... Где-то здесь была база. Где-то здесь была база. Срочно, срочно, мне нужна база. Двою налево. Вот, вон она, вон она, вон она. Мне хотя бы на стойкость надо доехать. Ну, в принципе, без разницы, как бы, но стойкость тут ближе, по крайней мере, вот эта её часть. Так, 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 так. Нормально. ХП, правда, нету. Ну, да ладно. Так, теперь надо... Короче, я понял. Теперь надо вниз. Радиацион левел инкресинг. Так, понятно, в воду нам нельзя. Нам надо, короче, сейчас по бережу... По бережочку аккуратненько проехать. Пау. Так, этих тогда пока вообще не трогаем, пацанам. А, главный квест после... То есть, я его сейчас не завершу, да, даже? Ну, ладно. Ну, в принципе, а зачем я тогда вообще просканировал? То есть, там надо 16 камней просканировать. Я только один просканировал. То есть, по сути-то, я всё равно квест сейчас листил. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, мудачки. И они так... Они так и будут, да, сюда прилетать постоянно? Ладно, у нас... Опа, литий. Упачки. Ещё литий. Нормально. Так, консолька. Консолька, это хорошо. Теперь у нас будет мост. Так. Я надеюсь, там нет этих. Мост появляется из ниоткуда, прикольно. Ну, вот это было красиво. Это кто там? Алло. Ты кто такой? А, это это? Тётка? В смысле, Азарин? Азаринка? Маленькая. Дверь. Из нулевого элемента. Надеемся, пробная версия вам понравилась. Чтобы продолжить приключение, купите полную версию. О, господи. То есть, вот мы и, собственно... Пробелку пить. Да, и меня тут же... Ясно. Короче, вот так вот. Вот так вот, ребят. Поиграли. Ну, в общем-то, о чём мы пока можем сделать вот такого интересного? Есть ли у нас какие-то побочки? Просто так, типа, искать... На самом деле, вот, утраченный брат можно доделать, да? Можно ресурсы пособирать. Ну, хотя ресурсы пособирать какой смысл? Да, да. Ну, как бы, по сути, всё. Ну, то есть, мне доступно... Ну, то есть, я же говорю. Это предрелизная версия. Естественно, чтобы всю сразу игру не слили до релиза в сеть. Боявера предоставляет только 10 часов игры. Вот. Ну, собственно, 10 часов и вот до этого только момента. Соответственно, 10 часов мы прошли. А, 10 часов ещё не прошли, а вот до этого момента мы дошли, поэтому... Ну, давайте, пока у нас есть время, тогда сделаем сайд-квест. Или даже парочку сайд-квестов. Ну, и, видимо, с масс-эффектом закончим до 21-го. На, нахрен. Проехался по нему. Так. Да, сюжетка вот так вот раз и внезапно... ...обрывается. Мне очень приятно. Так, это объект 2, а мне надо на объект 1 куда-то. Мне даже надо не просто на объект 1. Я всё-таки не понял, типа, куда... Вот от этой вот хрени куда нужно ехать, чтобы квест получить. Ну, видимо, мы это узнаем тоже только после релиза. Ну, ладно, чё. Ничего страшного. Пау! Господи, как он прыгает. Я помню, в масс-эффеке первом он тоже был таким достаточно подвижным и активным. Но это просто, конечно, прикол. Так, давайте тогда квест выберем... Утраченный брат. И едем, собственно, туда. Так, вопрос в том, как туда попасть. Мы, наверное, сейчас как-то вот всё-таки как сюда поедем. Просто сейчас поедем в другую сторону внезапно, да? Даже не дали немножко планету, типа, колонизировать. Я думал, хоть ован-пост будут построить. Но, видимо, нет. Ну, хотя это тоже было бы жирно. По сути, уже бы мы знали, чё там так. Так. Амулет. Разместить. Так, подожди. Ну, мы, типа, выполнили этот квест. Какие у нас ещё есть? Давайте так. Приоритетную задачу мы, понятно, не можем сделать. Активаторы памяти мне сейчас пока не охота ездить, просто так сказать. Вот, кстати, первоубийца можем дорешать. Сканировать фрагменты жизни, тропа героя. Кстати, вот, что такое керри? А, ну вот, ещё керри Твеса хочет взять у меня интервью. То есть, можно у ней... Можно, опять же, на Нексусе, да, пару квестов довыполнить. Ну, пойдёмте тогда их довыполним. И на этом пока закончим прохождение. Ну, как раз, в принципе, есть что-то делать. Так. Вернуться на бурю. А потом снова сюда лететь. Ну да. Собственно, в этом весь масс-эффект. Ты летаешь туда-сюда-обратно. Ты думаешь, что-то прилетел на планету? И все квесты там сразу доделал? Нет. Так масс-эффект не работает. Тут надо постоянно туда-сюда-обратно бегать. Так. Собственно, наш первый... Так. Ребёнок получит имя моего брата. Ну, короче, мы отдали медальон, и нам сказали спасибо за это. Я так понимаю, новых... Новых реплик ни у кого нету, скорее всего, потому что мы по сюжету ничего не прошли. Обычно новые реплики появляются после какого-то сюжетного задания. Так. На самом деле, у нас же ещё есть квест вот на Пфайфере. Но, видимо, ладно, тоже после релиза. Сейчас смысл просто так там летать тоже непонятно. Я хочу сначала хотя бы эту планету от радиации избавить, а потом уже думать, что делать дальше. Ну, короче, я так понимаю, мы явно вот эту планету от радиации избавим. Ту планету, на которой мы сначала приземлялись, мы там тоже с осадками всё сделаем хорошо. И в итоге, короче... В итоге у нас всё получится. Но это не точно. Так. Почему, интересно, вот Нексус построен рядом с этой планетой? Хорошо. Давайте дадим интервью. Приземлились. Так. Ну что ж. Это мы где вообще? Кстати. Сюда нельзя? Да. Еще. Ой, какой красивый у нас корабль. Вау. Парфайнер, у нас есть только минуту? О, еще один квест. Внезапно. У нас зато тут очень много квестов побочных. Это Хаким, моя продюсер. Я могу использовать твою помощь. Что ты хочешь? Директор Танз просил для обеспечения на территории. Это как раз этот квест. Продолжение, что красавица за нашим проблемам. Но наши проблемы – это история. Люди deserve правду, а не пропаганды. Вы очень любите свою роботу. Ну давайте, че? Че умеет. Я так понимаю, что это не всегда все-таки диалог. Сердечко – это не всегда подкат. Сердечко – это иногда просто похвала. Похвала, да, то есть похвала. Но я постараюсь все-таки сердечки мужским персонажем не нажимать, чтобы внезапно в ситуацию неловкую не попасть. Продолжение следует... Не, ну, в принципе, что, надо ей помочь, то есть так-то, правдивые новости это всегда хорошо, пусть у нас все плохо, но, типа. Наше руководство называет это ожидаемыми трудностями. Вы согласны с этим определением? Вот это что значит? Ну, в принципе, это трудности, которые, как бы, ну, непонятно, короче. Что ответить, вообще? Ну, типа, вообще, это, конечно, нужно все исправлять, нужно работать. Ну, давайте тогда, нужно, нужно работать. Что-то я не понял. А, это отложенное тоже, типа, до следующего раза, что ли? Ясно. Ладно. Хорошо, понял. Кстати, я здесь не был в удоках. Меня, когда сюда привели, меня тут же на корабль посадили, и я не успел ничего сделать. Вот еще все такое не готовое. Террариум, продавец брони, продавец оружия. О, там, кстати, что-то исследовать можно. Ну-ка, ну-ка. Слушайте, что-то я где-то мог исследовать. Ну, там ящик. А, вот ящик. А, стандартный ящик снабжения, да? Ничего интересного. А вы че стоите? Ну-ка, работать. Алло. Вот почему, типа, почему на Нексисе все плохо? Да просто потому, что вот люди стоят и ни хера не делают. Че вот он стоит и смотрит? Ну, ладно, этот там что-то проверяет, да? Вот там грузчики, они просто стоят и никуда не делают. Ну, блин, как бы, как у нас может все хорошо быть на Нексисе, если у нас ни хера никто не работает? Так, броня. При помощи той консоли можно посмотреть, что он... А что с ценами? Приходится искать источники. А, ну понятно. Броня инициатива. Мне бы... А, повышение опыта, да? Отстой. А, сопротивление урону. Кстати, можно что-нибудь купить так-то. У меня, на самом деле, броня пока херовая. Вот вообще. Вот у меня, кстати, есть интеграторы кетов. Я вообще их могу надеть-то в итоге или нет? Я что-то не понимаю. Броня первопроходца. Что дает? Точность. Шлем первопроходец. Точность. Ну, кстати, так-то нормальный шлем. Может переодеться. Сделать себе точность на оружие. Кстати, продать весь хлам. Нормально. Давайте купим себе шлем. Ноги. Броню. Это что такое? Нагрудник, типа, да? Короче, все купим себе на точность. А инициатива что дает? Тупо плюс хп. А здесь вообще ничего не дает. Короче, 912. Заплатим. Зато сейчас сможем переодеться. Окей, например. Что есть у продавца оружие? Кстати, крестоносец. Очень редкий дробовик. А, но мне дробовик не нужен. Я же с этими... Я же хожу с винтовками. Так, Резотрон 2. Кстати, вот интересная тема. Нужен ли он или нет? Ладно, пока нет. А сейчас... Как сейчас изменить броню? Это, видимо, все делается... Я понял. Это все делается на корабле только. Хорошо. Так, прибыли в командный центр. Короче, я напоминаю, что произошло с этим заключенным. Он хотел убить того чувака. И он выстрелил. Но убил не он. Он тормахнулся. Поэтому вопрос в том, типа, как сейчас вообще... Что с ним делать? По факту, он так-то спас много людей. Поэтому я думаю, что его надо освободить. Там какой-то пьяница. Я слышал, что вы заходите в Иос. Ты нашел что-то, чтобы помочь мне? Что с ним делать? Убил в армии вверх, убил в Киеве. Ты шагов не потерялся. Что? Ты... Ты смеешься? Благодарю за души. Это великолепно. Держи. Омни-турли в Киеве записывал тебя через тело. Сам, вспомнился. Извините, старый друг. Я должен сделать это. Я не умею на этой киеве. Слышка. Не только думаешь, что ты убил его. Ты думаешь, чтобы. Ну да, это так-то решать, не мне. Ну, на самом деле, вот это неправда. Ну, хотя... Ну, нет, а что значит невиновен? То есть он, как минимум, то есть виновен в покушении на убийство, да? Это как бы тоже достаточно серьезное преступление, между прочим. Я надеюсь, мне не придется выбирать. Я знаю. Если мы упрямляем свидетельство и уберем убеждение, то мы уберем человека за преступление, который технически не уберем. Если мы уберем убеждение, то мы уберем человека, который пытается убрать события в его собственные руки, а потом уберем его. По факту, он судит за попытку убийства, вот и все. Вот мудаки, вот мудаки. Почему я-то это должен решать? Типа, ты главный на этом корабле, ты главный на Нексусе. Если ты просишь такие решения за тебя решать, то нахера ты вообще нужен, типа? Плохой менеджер. Блин, ну типа... Почему нету судить его за попытку убийства? Судить его за попытку убийства? Ну типа изгонять его тоже неправильно. Блин, типа ну отпускать придется. Хотя он так-то тот еще мудак. Но он людей пытался спасти. Ладно, отпустим. Но это важное решение, я чувствую, на ППЦ. Но на самом деле это просто неправильно. То есть нету третьего варианта правильного. Нету правильного варианта просто. То есть тут должен быть правильный вариант. Но его нету. О, господи, как же у меня горит. Горит очаг. Так, мне нужно что-то, что против брони. То есть перезагрузка, она щитам наносит большой урон. И синтетикам. А мне надо что-то против брони. Вот, наносит дополнительный урон брони. По сути, заморозка обездвиживает врагов и ослабляет броню. Но не действует против щитов. Так. Огнемет. Ну, я на самом деле думаю, что вот либо воспламенение надо брать, либо поглощение. Нет. Либо криолуч. Криолуч замораж... Ну, блин. Типа... Опять два стула. Либо огонь, либо... Либо заморозка. Ай, криол... Ну, на самом деле криолуч, он просто ослабляет броню, а воспламенение наносит дополнительный урон броне. Поэтому я думаю, что все-таки воспламенение. Почему нет? Типа покажите, как это выглядит. Покажите просто, как это выглядит. А, вот как это выглядит. Понятно. То есть, просто бам. А как огнемет, например, выглядит? Это как знак игни у этого... У ведьмака, да? Кстати, тоже прикольно достаточно. А криолуч как выглядит? Тоже как знак игни, только заморозка, да? Вау. А давайте посмотрим вообще урон от разрушения льда. Приморозка, это отстой, снижение защиты брони. На самом деле снижение защиты брони тоже очень даже неплохо выглядит. Тут зато урон против брони, причем достаточно серьезный. А если воспламенение смотреть, что тут есть? Воспламенение сразу комбо проделывает, урон. Вот воспламенение просто не хочу. Не хочу. Нам надо, наверное, все-таки огнемет делать. И против брони так. Так, так, все, групповая поддержка. Да, тут, наверное, огнемет возьмем. Ну вот, теперь, теперь у нас... Так, давайте другим очки распределим. Кора что у нас делает? Десант Азари. Ну давайте дробовики прокачаем. Меры защиты что делают? Максимальный заряд щитов. Но она, кстати, милишник, поэтому ей это тоже важно. Ветра. Ветра у нас бродяга. Она, значит, что у нас? У нее оглушающий выстрел и энергетическая броня. Броню не хочу я ей делать. У нее оглушающий выстрел нормальная тема. С левым я, конечно, вообще не буду ходить. Но, видимо, немножко его пытается прокачать. Играть не в че, я уже качаю. Ну да. Ну, я умею из вообще ничего вы... Не, на самом деле, вот... Многие спрашивают, типа... Вот вчера кто-то спрашивал, типа, тебе вообще нравится играть в такую, типа, игру? По сути... Ну, то есть, там такое было. Там не было экшена, когда я играл на Сэффект. Там, типа, нравится тебе самому-то в это играть? Да, мне нравится, потому что, блин, мне не всегда нужен экшен. Мне иногда вот так вот интересно просто побегать, посмотреть вокруг. То есть, вот, многие игроки вообще не понимают, что вот... Визуальная составляющая и вот такая вот, как бы, эмоциональная, она тоже важна. Вот просто смотрите, вот я бегу и вижу вот это дерево. Оно прикольное. Просто вот я пробегаю мимо него. И просто мне интересно посмотреть. Мне интересно вот это все прочувствовать. Мне интересно в это вжиться, поэтому... Вот так вот. Но на самом деле на этом-то мы, собственно, и будем заканчивать, потому что... Мы уже здесь все, что можно... Изучили. Сейчас вот только, может, с Марией это и поговорим. А, это... Это... Жена его. Извлеки урок из этого, пожалуйста. Чё, парень. Ну, я надеюсь, не будет с ним проблем. Если чё, я твою рожу запомнил. А, белая рожа с темными синими глазами и шея как у Крогана, а не как у Турианца. Окей, я тебя запомнил. Кстати, что мы ещё можем сделать? Это подойти к ударным отрядам. У нас там один чувак должен был вот, да, отчёт. Опять же, он выполнил. Нам дали, опять же, кредиты, ящики. Давайте посмотрим, что у нас в ящиках. Сколько кредитов? А, это финансовое задание нам дали. И какую-то ещё там, какую-то ещё херню дали. А мне интересно, как я могу ударных отрядов нанять. А, вот, набрать отряд. 40 единиц финансирования. Конечно, покупаю. Джульетта. Отряд Джульетта. Положительные черты. Тактик. Что это значит, не знаю. А тут Крепыш. Посмотреть черты. А, Крепыш это просто эффективность. Хорошо. А Тактик это тоже просто эффективность. А в чём так это прикол? Ладно. Так, тут, короче, броня. Так, тут 84%, а тут 74%. Давайте 74% пошлём. И что ещё можно сделать? Я так понимаю, вот эти мы пока не можем сделать? А, нет. Можем. Почему не можем? Отправить ударный отряд. Ну да. Ну то есть сетевые вот эти вот штуки нам потом будут доступны. Мы может даже, когда будем проходить, я иногда буду в сетевую игру просто играть, чтобы вот эти задания делать. Так, надо какой-нибудь ещё бронзовый. Вот, например, вот этот бронзовый отряд. Туда пошлю в гольфа. А, слушайте, может в серебряный? А, в серебряной миссии шанс успеха всего 33%. Тогда надо их дальше качать. Ну всё, послали. Я, наверное, тогда, наверное, ещё завтра или послезавтра зайду, просто чтобы эти задания собрать и поставить снова, чтобы у нас немножко больше ресурсов было к тому моменту, как мы прямо начнём игру. Ну а это, на этом завершаем серию и завершаем до 21-го числа стримы по этой игре. Вот. Те, кто смотрит на ютубе, большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых серий. Ааааа.